ПРОФЕССОР ПУДАНС Смотрите сегодня Silent Hunter 5. Продолжение культового симулятора подводной лодки. На этот раз вы станете капитаном немецкой субмарины, которая будет выслеживать своих противников под водой. Colony Defense. Логическая аркада на пару вечеров. Но начав играть впервые, остановиться очень сложно. Привидения с Ghost Pirates of Wudju Island наверняка бы заняли места в сердцах многих игроков. Однако там уже прочно обосновались герои другого пиратского приключения. Наполеон Total War. Долгожданное продолжение Empire Total War. Вы пройдете весь путь славы Наполеона. От бригадного генерала артиллерии до императора Франции. И даже сможете сыграть за коалицию. В Ghost Pirates of Wudju Island небезызвестный Билл Тиллер совершает смелую попытку соорудить свой собственный Monkey Island. Учитывая, что мастер долгие годы трудился художником в LucasArts и принимал участие в работе над The Curse of Monkey Island, задачу нельзя назвать непосильной. К пиратскому квесту Билл Тиллер шел долгие годы. Так, после ухода из LucasArts, он основал собственную студию и с головой погрузился в вампирскую тематику, подарив миру замечательную A Vampire Story. Однако главной мечтой автора, по его собственному признанию, оставалось пиратское приключение. И название Ghost Pirates of Wudju Island говорит само за себя. В серии Monkey Island новую игру Тиллера связывает не только тематика, но также множество похожих ситуаций и даже некоторые, будто бы скопированные персонажи. Вообще, главных героев здесь трое. Толстячок по имени Синий Живот заменяет стерену Гайброша. Его подруга Джейн Сталлин зачастую ведет себя совсем как Элэйн, а колорит Каманни добавляет жрец Вуду Папу Дог. Ему однозначный и очевидный аналог в Monkey Island подобрать сложно. Зато его бывшую жену, а по совместительству главную злодея Гузимби, можно сравнить с Леди Вуду. Сюжет тоже не блещет оригинальностью. Пресловутая Зимби превратила троих перечисленных товарищей в призраков. И если те вовремя не найдут способ вернуться к плоской жизни, то им светят вечные скитания в виде фантомов. На заключительном эпизоде первого сезона «Trails of Monkey Island» Гайброш Трипвуд тоже летался между мирами живых и мертвых. Но здесь этому посвящена вся игра. Системные требования к игре следующие. Процессор, работающий на частоте 2,2 ГГц, 256 МБ видеопамяти и 3 ГБ на жестком диске. Оперативной памяти Ghost Pirates of Lujo Island потребует 1 ГБ. По задумке создателей, призрачность главных героев должна была стать гвоздем программы. Как с трем бесплотным привидениям воздействовать на внешний мир, если их никто не видит и не слышит? Та еще задачка. Жаль, что разработчикам самим не удалось придумать ее решение, и они в итоге вовсю принялись нарушать собственные правила, безжалостно ломая всю внутреннюю логику. В игре хватает сцен, где привидения берут в руки обычные предметы, а окружающие не проявляют никакого интереса к плавающим по воздуху вещам. Тройка за геймплей. Выглядит игра и вовсе никудышно. Безвкусные плоские задники не идут ни в какое сравнение с локациями из Tales of Monkey Island. Персонажи также прорисованы из рук вон плохо и оставляют впечатление какого-то кустарного производства. Двойка за внешний вид. Звучит Ghost Pirates также невыразительно, как и выглядит. Озвучены только главные персонажи. Остальные существа – какие-то зомби, которые разве что мычат и кричат, и то довольно предсказуемо. Двойка за звук. Эксцеллентная идея. От Билла Тиллера можно было ожидать чего-то большего. Не будь первого сезона Tales of Monkey Island и привидения из Ghost Pirates of Wuju Island наверняка бы заняли места в сердцах многих игроков. Однако там уже прочно обосновались герои другого пиратского приключения. Двойка получает сегодня квест Ghost Pirates of Wuju Island. Кое-что у Тиллера действительно получилось. Обязательные составляющие юмористического квеста про пиратов на месте. Вдобавок имеется сразу несколько главных героев. Только вот до уровня Tales of Monkey Island пираты-призраки все равно не дотянули. Тем не менее вопросов по игре пришло немало. И на самые частые из них мы ответим вам прямо сейчас. Первый вопрос. Док боится соли, рассыпанной на дороге. Как мне пройти к храму? Отвечаем. Идем налево к курицам, затем вверх. Увидите зомби. У них полно кокосов. Стряхиваем того, что сидит на лестнице и забираемся наверх, чтобы открыть дверь. Из нее, настоящего снизу зомби, вываливается груда кокосов. В итоге получаем целый ручей из кокосового молока. Но этого еще недостаточно. Берем один из кокосов и кидаем зомби слева. Тот решит, что его обидел зомби справа, и они начнут кидаться кокосами. Таким образом, ручеек молока станет достаточно сильным. Теперь возвращаемся к курицам. Открываем переднюю часть забора, берем корм и посыпаем им мостик, образовавшийся в потоке лавы с кокосовым молоком. Приводим таким образом кур к месту, где рассыпана соль. Они ее съедают, а док попадает в храм. Следующий вопрос. Что делает Джейн в локации с кораблем? Отвечаем. Корабль охраняют зомби. Надо их отвлечь. Сначала дергаем рычаг и опускаем сеть. Затем сбрасываем на угле щит со стены. Затем поднимаемся на палубу и пододвигаем ящик, чтобы дотянуться до фонаря, который нужно открыть. Далее отвязываем мачту с парусом. И она поворачивается таким образом, что загорается от свечи фонарем. Зомби бегут тушить пожар. Кладем поленье на щит, который уже порядком нагрелся на углях. Затем опрокидываем бочку с водой, чтобы зомби спустились с палубы. Таким образом они оказываются в ловушке. Нам лишь остается вновь дернуть за рычаг, чтобы поймать зомби в сень. Соскучились по уфу и другим подобным стратегиям с инопланетянами? Я тоже. Недавно узнал, что вышла новая игрушка Colony Defense. Сразу решил поиграть. И хотя я разочаровался, что это не то, что я хотел, все равно играл всю ночь. Поэтому поделюсь с вами своими впечатлениями. У Colony Defense есть даже сюжет. На игровой процесс это, конечно, не влияет, но все-таки. Итак, игрок выступает в роли выпускника заведения Galcon H5736 года. Военный совет этой организации торжественно поручает нам с вами первое ответственное задание. Главный герой должен отправиться на командный пункт поблизости от сектора Альцион и обеспечить связь между форпостом на планете и штабом. За время полета на расстояние в 682 световых года, что не так много по тамошним меркам, вы проведете два года в гиперснеем. Родственников уже предупредили. Так что счастливого пути. И внизу письма мелким таким шрифтом припискам. Если вы что-то слышали о странных сигналах из космоса, не бойтесь. Мол, все это чепуха и слухи. Так вот, если помните, полет занимает два года, и все это время мы находились в гиперснеем. Пока мы спали и летели, многое изменилось. Объявилась какая-то инопланетная раса и объявила человечеству войну. А ваше новое задание — отражать атаки инопланетян. Что ж, приступим. Рекомендуемые системные требования. Процессор с таксовой частотой 1,5 ГГц. 128 МБ видеопамяти и 500 МБ на жестком диске. А также 1 ГБ оперативки. Единственное, что нужно делать в этой игре — строить оборонительные сооружения в виде автоматически стреляющих башен. Противник использует разные виды техники, соответственно, и мы должны строить разные башни для каждого типа. Получается, что эта игра — незамысловатая логическая аркада, а вовсе не та черная стратегия типа древней XCOM, как мы ожидали. Поэтому за геймплей можно поставить только троечку и то, со скидкой на то, что это логическая игра, а не полноценная стратегия. Графика в игре такая же простая. Никаких вам видео-вставок и даже вступительного ролика нет, а спецэффекты не вызывают никакого интереса. Мы ставим 1 балл за внешний вид и скажем пару слов о звуке. Звуковое сопровождение состоит из пары музыкальных треков и простеньких выстрелов со взрывами. Тут и оценивать-то нечего. Об озвучке текстов речи также не идет. Мы ставим всего 2 балла за звук и предлагаем вам прослушать небольшой фрагмент из игры. Как же мы надеялись, что в колоне Дефенс три станет перед нами эдакой реинкарнацией серии игр Иксков на современный манер. Очень уж соскучились мы по таким играм. В космосе с инопланетянами, футуристической техникой, новыми разработками и нарушенными исследованиями. Но получили вполне приемлемую аркаду на пару дней. Кстати, играть в нее было интересно, но всего один раз. Поэтому наша общая оценка игры 2 балла. В колоне Дефенс аркады есть. Неплохая игрушка на всю ночь или день. Кому как нравится. Реиграбельность, конечно, минимальная, но все равно игра цепляет. Свои особенности и сложные места тоже есть. Так давайте же я отвечу на ваши вопросы по прохождению. Первый вопрос. Я дошел до третьего уровня и вроде всех врагов убиваю. Но жители все равно просто так умирают. Это глюк или что? Отвечаем. Нет, это не глюк. Просто на третьем уровне впервые появляется вторая колония на планете. Повертите планету и вы увидите, что инопланетяне идут из нескольких точек высадок на разные строения. Со временем будет еще сложнее. Следующий вопрос. Никак не могу пройти последнюю миссию. Количество противников такое, что пушки не справляются, а средств больше нет. Что делать? Отвечаем. Здесь нужно действовать быстро и по принципу. Мухи отдельно, котлеты отдельно. То есть около мест высадки нужно поставить примерно 6 башен для уничтожения летательных аппаратов, чтобы на них не отвлекались другие пушки. Параллельно, чуть дальше, начинайте расставлять башни для наземных целей и снова средства ПВО. Таким образом, постепенно укрепляя оборону и постоянно помогая орбитальной пушкой, вероятно, после нескольких неудачных попыток вы сможете пройти игру до конца. Правда, в конце игры ничего не произойдет. Сайлент Хантер 5 последний, если не единственный, представитель узкопрофильного жанра под названием симулятор морских сражений. Здесь можно долго медитировать над стратегической картой, просчитывать траекторию торпеды и задумчиво глядеть в перископ. В продолжении знаменитого сериала Сайлент Хантер вы сможете примерить на себя форму командира немецкой субмарины и отправиться в Атлантику и Средиземное море на войну силами флота союзников. Для того, чтобы вы ощутили себя истинным капитаном, игра позволяет вам перемещаться по отсекам подводной лодки, беседовать с экипажем, отдавать команды, а когда раздастся сигнал тревоги, занять свое место на капитанском мостике. Теперь вся команда — не набор безликих подчиненных, а настоящие люди со своими переживаниями и страхами. Только ваше внимание каждому матросу в отдельности и отношениям внутри коллектива позволит вывести боевой дух экипажа на нужный уровень и заставит работать подводную машину войны без боя. Системные требования к игре следующие. Процесс, работающий на частоте 2,8 ГГц, 256 ГБ видеопамяти и 5 ГБ свободного места на жестком диске. Оперативной памяти потребуется 2 ГБ. Игровая механика, разумеется, особых изменений не претерпела. Разработчики немного подштопали искусственный интеллект, а именно научили его строить тактику по обстоятельствам. Это значит, что теперь каждая ваша боевая операция будет влиять на искус компании в целом. Интерфейс может построиться как под новичков, так и под ветеранов. Кроме того, появилась возможность бродить по своей подлодке, раздавать тумаки экипажу и любоваться приборами. Причем это не просто слова. Каждый ваш подчиненный наделен характером и собственными страхами, так что уместно сказанное слово позволит вам сохранить боевой дух команды в нормальном состоянии. В противном же случае начнется паника, а сражение будет проиграна. Четверка за геймплей. Детализация и дальность провисовки окружающего ландшафта выросли настолько, что пользоваться картой для того, чтобы узнать, что происходит за несколько километров от вас, совершенно не нужно. Достаточно поднять камеру и увидеть все своими глазами. Все модели кораблей, самолетов, да и вообще все техники воссозданы с максимальной достоверностью. Команда на борту вашего судна занята своими делами. Матросы крутят рычаги, спешат на пост, отдыхают на койках. Практически любой важный прибор можно взять под свой личный контроль. Четверка за графику. Здесь есть нагнетающие мелодии и динамичные саундтреки. Все зависит от ситуации. Вся ваша команда способна вести с вами диалог, выражать свои эмоции. Остальные звуки, будь то взрыв или характерный звук эхолота, также не остались в стороне. В общем, озвучена игра на высоком уровне. Пятерка за звук. Сайлент Хантер 5. Очередная часть знаменитого сериала. Основной упор в игре сделан на кинематографические битвы. Играть предлагается за капитана немецкой подлодки во время Второй мировой войны, в роли которого вам предстоит принять участие в знаковых сражениях в водах Атлантики. Среди наиболее заметных нововведений стоит назвать капитанский вид от первого лица, благодаря которому вы сможете самолично изучить все уголки зубмарины и проследить за подчиненными. Общая оценка игры — 4 балла. Сайлент Хантер 5 и не думает превращаться в мультиплатформенную аркаду. Это по-прежнему красивая постановка из жизни подводной лодки с кучей различных тонкостей и непонятных терминов. Разобраться во всем этом вам помогут наши ответы на ваши вопросы по прохождению игры Сайлент Хантер 5. Первый вопрос. Подскажите, как начать вторую миссию? Никак не получается. С механиком поговорил. Брифинг капитана послушал. А дальше-то чего? Отвечаем. У того же самого капитана, у которого вы смотрели брифинг, есть строка. Отправиться в новый патруль. Жмем туда и получаем новое задание. В ходе патруля будут поступать дополнительные задачи. Следующий вопрос. Подскажите, а как правильно прицеливаться торпедами? Отвечаем. Для начала нужно определить тип судна. Затем дальность на него. Для этого наводите дальномер с призраком судна так, чтобы его ватерлиния касалась самой высокой точки непрозрачного судна. Затем указывайте, под каким углом должна подойти торпеда к судну. Тут главное не перепутать правый глад с левым. Вот и все. Жмем пуск и наслаждаемся фейерверком. Анонс «Наполеон Тотал Вор» состоялся в августе 2009 года. Авторы обещали нам возможность лично стяжать славу Наполеона Бонапарта или выдвинуть войска против армии легендарного полководца. Обещания они свои сдержали. Что в итоге получилось, смотрите прямо сейчас. Сольная часть дополнения состоит из трех наполеоновских компаний – итальянской, египетской и европейской. При этом к истине «Тотал Вор» по духу близка лишь последняя. Там действительно чувствуешь себя ответственным за судьбу государства правителем, который способен не только двигать армии по карте, но и принимать какие-то решения, использовать дипломатические рычаги и развивать подвластные провинции. А вот в итальянской и египетской компаниях чаще ощущаешь себя марионеткой, которая только и может что раздавать приказы на поле боя. Так в египетском походе вообще отсутствует дипломатия. Возможность вести переговоры физически заблокирована, но и в военных действиях свобода выбора не ощущается. Приказы, куда направить очередной удар, приходят свыше. Если их выполнять, проблем с финансами не будет, а внушительные вооруженные силы и вовсе доступны изначально. Иллюзия свободы появляется лишь в европейской компании, где с 1805 по 1812 год нужно воевать против коалиции. Но когда авторы прямым текстом заявляют, возьмите Вену и Австрия заключит с вами мир, простор для дипломатических интриг сужается до одного готового решения. Оно, конечно, верное и длинновидное, но хотелось бы доходить до всего своим умом. Рекомендуемые системные требования игры таковым. Двуядерный процессор на частоте 2,4 ГГц, 512 МБ видеопамяти, 38 ГБ на жестком диске и 3 ГБ оперативки. Изменение уровня сложности не меняет ничего, кроме моральной стойкости отрядов. Если на минимальном враг пускается на утек, потеряв лишь несколько бойцов, то на максимальном будет стоять до конца и совершать при этом глупейшие тактические ошибки. Зато если вражескими солдатами управляет другой игрок, «Наполеон Тотал Вор» буквально расцветает. В сетевом режиме можно разыграть полномасштабную войну с перемещениями по глобальной карте и восхитительными тактическими баталиями. Здесь-то и раскрывается богатый потенциал дипломатии, обостряется необходимость развивать свои территории и проявляются способности к тактическому и стратегическому планированию. Наша оценка геймплея — 5 баллов. По сравнению с «Эмпайр Тотал Вор» дополнение местами удивительно похорошело. На глобальной карте теперь сменяются все 4 сезона, а сполоки пламени и клубы дыма во время сражения выглядят эффектнее. Но главный залог привлекательности игры — все тот же. Грандиозный масштаб баталий. Наша оценка графического оформления — 5 баллов. Музыкальное сопровождение, как и тризвенно заведено в серии «Потал Вор» на весьма высоком уровне. Впрочем, предлагаем вам прослушать фрагменты из игры и самим оценить качество озвучки. А наша оценка звукового сопровождения — 5 баллов. «Ль и в diesen самих лучших. Мудь выгонmaan. Холлинские равны» Они сказали, что Италия никогда не может быть победителей. На земле фароов и правей, они сказали, что Эgyptу никогда не может быть сложной. В игре зубы и снега, они сказали, что Россия никогда не может быть помешана. С появлением нового режима открытых сражений и, соответственно, второго игрока в кампании, борьба за передел мира окончательно приблизилась к реальным политическим интригам и настоящим межгосударственным конфликтам. Зато одиночный режим как будто бы в противовес безобразно просел. Одному в Napoleon Total War делать нечего. Тем не менее, наша общая оценка игры — 5 баллов. Конечно, в одиночной кампании от Napoleon Total War хотелось бы получить нечто большее. Если с отсутствием свободы действий еще можно как-то мириться, объясняя ее попыткой соблюсти историческую достоверность, то малоадекватные выходки искусственного интеллекта откровенно расстраивают. Но достижение игры на мультиплеерном поле с лихвой компенсирует все просчеты. Первый вопрос. Нужно ли постоянное интернет-соединение для того, чтобы играть в Napoleon Total War? Отвечаем. Вам потребуется подключиться к интернету для того, чтобы установить подлинность копии игры Napoleon Total War через Steamworks. При игре в однопользовательском режиме подключение к интернету не потребуется. Интернет-соединение необходимо для загрузки последних обновлений и эксклюзивных юнитов, а также для игры в многопользовательском режиме. Следующий вопрос. Я купил императорское издание игры. Там есть бонусные пакеты с бонусными юнитами, гвардейские полки и герои наполеоновских войн. Но серийники почему-то не активируются. В нашей стране это работает? Отвечаем. Да, эти дополнения действуют во всех регионах, но есть небольшой недочет. Буква ФЮ пропечатана таким образом, что ее сложно отличить от буквы О. Будьте бдительны. Следующий вопрос. Имеет ли смысл пользоваться излюбленным приемом Наполеона? Идти в атаку глубокими колоннами на прорыв в строе? Отвечаем. Да, Наполеон любил этот прием, но только в определенных ситуациях. Если у врага в составе армии большое количество артиллерии и стрелков, то вашим бойцам так и так достанется. Внимательнее следите за дислокацией войск противников. На сегодня, думаю, хватит. Игр так много, а эфирного времени, как всегда, не хватает. Меня зовут профессор Пуданс. Это был Фак. Не забывайте заходить на веб-сайт канала Муз-ТВ в мой личный блог. И задавайте мне вопросы. Будем общаться. Веб.муздфизтв.ру Я всегда в твоем мобильном. И присылайте мне свои вопросы на адрес faq.муздфизтв.ру Мы обязательно все посмотрим и по возможности максимально оперативно ответим на ваши письма. До скорого! Абонир 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 А